Всем привет, сегодня я играю в Transport Tycoon, типа на Trancy World, ой, какой Trancy World, на Transport Fever, но на мобильном. Давайте этот сценарий. Конечно, моё имя, это вот название компании. И мы начинаем... Здесь у нас челлендж. Статистика, баланс, кредиты и наш чувак, который крутой. Давайте посмотрим, где мы. Ближайший городочек, это вот этот вот. Вообще, что у нас? А, нет, тоже. Ты у нас что делаешь? В Factory. Он делает продукты, какие-то товары. Давайте начнём с какого-нибудь самого крупного города. Какой же он? Самый крупный. Самый крупный, самый крупный. Наверное, вот это вот будем развивать. Какие мы здесь заводы, здесь у нас ферма. Здесь у нас ещё вот тут... штуковина. Здесь у нас ещё ферма, что ли? Битхана. Наверное. Здесь у нас уголь. Знаете? Да. Уголь. А этот у нас потребляет сталь. Так, ну, здесь надо вообще очень хорошо думать. Как это всё построить. Если не электропередача, вот атомные электростанции. Ну, похоже просто. Я её называю так. Вот у нас стиль. Слушайте, а здесь нету никаких поблизости угленных. Они вот здесь есть. Но достаточно далеко. Здесь вот и вот здесь что-то приличное расстояние. Мне не хватит бюджета. Тем более, он у меня уже куда-то делся. Поэтому начинаем мы вот отсюда. Здесь у нас как раз-таки две углештуки. Шахты. Можем провести их через этот город. И вот сюда вот подвозить. Мне кажется, план хороший. Его надо выполнять. Ну, а, кстати, здесь ещё керамика. Продукт. В принципе, здесь можно построить как-то так, чтобы он соприкасался со всеми точками и было бы вообще хорошо. Но для этого города нам придётся делать подвозки. Сколько здесь стоит приложить 11? Так, давайте на будущее сразу. Здесь у нас это, понимая, фунты. Так вот. Мне кажется, что мне не хватит купить поезд. Это самое печальное, если я не смогу купить ничего. Только построить. Поэтому давайте сразу купим автотранспорт. Размере двух штук. и посмотрим цены на поезда. Тысяча и девяносто шесть. Тысяча и девяносто шесть. В принципе, мне должно остаться полторы тысячи. Для того, чтобы я это всё мог купить и запустить. Но ещё другой вопрос. Могу ли я купить это всё? Давайте здесь проложим дорогу. Для того, чтобы пустить здесь автобус. Наши транспортные средства. Информация. Здесь какая-то штука. Я так понимаю, это маршрут. Ну, как минимум, он задаётся маршрутом. Это мы удаляем. И вот здесь конечный. Ну, и потом он сюда едет. Выпускаем на линию и нажимаем Go. А теперь смотрим. Он пока что у нас в минусе. Потому что никто не знает о существовании этого маршрута. Поэтому временно у нас всё будет в минусе. так, ты где-то никого. Минус 1. Никому не надо, что ли, рейтинга был? Так, ладно. Смотрим. У нас пока что рейтинги никакие. Performance Index. Я так понимаю, это оно. Надо посмотреть карту, где я. В принципе, я могу попасть. я могу здесь пройти захватить электростанцию. Не знаю, что здесь будет делать поезд. И пройти вот сюда. Всё. План готов, только сколько на это уйдёт денег, я не знаю. тем более потом это надо будет расширять всё на двухполосный, на двухпотевой. Так, всё. Можно заворачивать. И всё. Есть. Я смог. Теперь нам надо сделать здесь станцию. Build Station. Строим насколько можно большую. По 28 не хватит будет здесь. Ладно, если что, поменьше куплю. Так, теперь покупка транспорта. Stirlin 8 FT. В принципе, здесь выбора нет. Поэтому покупаем его и подаём суд на монополию. Раз, два, два, три. Всё. Трехвугонный поезд. Как вы понимаете, трехвугонный поезд, это ничего. Хотя стоп. Стойте, можно не так быстро я чему маршрут не задал. Здесь начало. Он загружает здесь уголь. Waiting for уголь. Приезжает сюда и выгружает весь уголь. Но назад я не знаю, что мы будем возить, поэтому пока что всё. Хотя назад мы можем возить рядом, где-то здесь была ферма, вот этот ферма. Вот сюда вот нужно. Он что принимает? Да, он принимает сталь. Производит продукты, какие неизвестны. так. Ставим его сюда и начинай. Стоп. Назад. Поехал. Проблемы с наполняемостью у тебя не должно быть. Авто сейвинг. Ну да, он принимает очень мало, где-то 60 да. 60 угля и едет. Как здесь мои перевозки. Минус 4. Я понимаю, никому не надо между городами этими. Хотя бы где? А, это вот здесь что-то оборачиваюсь. Наверное стоп, снять, продать. Что мы хотя бы мы ее не разорекся. Просто кредитом здесь я не хочу. Как не судить. А, Все. Он прибывает на станцию. Надеюсь, он достанет достанет. Есть! В принципе, он должен уходить как минимум в ноль. Нет, он уходит в минус 12. Хм. А что дальше делать? Дальше можно еще купить ему вагончиков. Для этого мне надо остановить, прибавить. Вагон плюс. Сейчас поехал. Это у меня должен быть на полпути. Вот, все, теперь здесь 5. Каждому сейчас по 20. То есть, теперь он может за раз 100 перевозить. И рейтинг моей компании до сих пор 0. 0, 0, 0. Перевозка угля. Почему-то она не черная, а северная здесь. предлагаю ускорить время. Вот уже 100 ли он ведет. 786. Ну, 85. И теперь он сколько мне приносит? 103. То есть, уже можно. Я могу играть спокойно. Этот маршрут у меня останется. А теперь самое время подумать, я дальше проведу. Здесь станция, здесь керамика, продукт керамика, выпущенная до последнего месяца 210 единиц. Мне сюда точно не надо. Мне нужно вот сюда вот. Потому что здесь он принимает либо керамику, керамику, керамику будем называть окей, или сталь. В принципе, отсюда продлить сюда вот легко. Но организация движения у меня всегда хромает здесь. На этом пути. что вам надо? Кому-нибудь нужен товар? Вот вам. А вам? Нет, им нужны письма. кстати, задали этому городу тренд на то, чтобы он делать такие вот дороги, и он их делает. И здесь уже строятся дома. Странно, что они не объединяются в один город. Здесь у меня ждет ничего, а здесь у меня ждет 200 ну 200 единиц. Они там еще могут пропасть, еще этот 100 переводит. Поэтому я предлагаю остановить его. Я думаю он уже нормальный так. Раз, два. И запускаем. Сюда вот он вмещается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь он может перевозить 140. 40. То есть они могут производить больше. А значит у меня будет расти прибыль. Это отлично. Так, теперь надо подумать как пройдет железная дорога так, чтобы ее может было продлить. Наверное вот здесь. Главное в эти шахты не упереться. Нет, не уперлись. Ну сейчас он куда поедет. Здесь вот он обернется или поедет дальше. Вот он набирает. 140. Нет, он разворачивается. Получается мы здесь продлеваем. Дальше строим станцию. Без разницы какой длины. Желательно больше. и смотрим что нужно. Этому не может перевозить сталь. Кстати, у нас сталь кто-нибудь производит. Это должен по идее производить. Да, продукт сталь. Сталь он производит. Получается у нас готовая цепочка есть. Он туда и обратно будет ходить полный. Ну как минимум туда-сюда и до шахт этих он будет почти пустой но все же. Зато вот отсюда хотя нет. В общем этот маршрут должен быть хороший если я правильно все спланирую. Вот как он едет? Он едет отсюда оттуда вернись забирает весь уголь потом едет вот на эту станцию на которую мы сейчас и загружает весь уголь. Получается потом ему нужно будет загружать сталь ехать на другую станцию которую мы построили сейчас только что вот сюда вот потом ехать вот сюда вот и его окружать эту самую сталь потом он едет обратно и все в принципе осталось только ему вагончики добавить и он будет ходить остановишься ты все он остановился вот то что нам надо нет ничего больше нет раз два я думаю больше не потребуется для этого мы дальше будем редактировать маршрут здесь да он загружает весь уголь стоп где я возьму железо ладно сюда не едь давайте разбираться с железом где она это не то это не то это не то может пригодиться потом всем спасибо за просмотр если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь ну и комментируйте всем пока не то